На севере нашей страны сырость и плесень уничтожают Киевскую среднюю школу. Все дело в протекающей крыше. В спортивном и актовом залах уже сгнил пол. Такая же ситуация в учительской и кабинете самопознания. Моя коллега Нургуль Ахметова расскажет вам подробнее. Это у нас пол. Вот он. Это гниют доски, потому что капает с крыши. Вот видите, вот здесь вот капает. Вот здесь вот, если приблизить, видно, что там уже мох. На этих кадрах спортзал Киевской средней школы, что в Акжарском районе прогнивший пол, стены и потолок в плесени. Бегать здесь явно небезопасно. Автор видео гражданский журналист Асель Малкоедова. Она заглянула и в другие кабинеты. Там картина не лучше. Кабинет самопознания. Смотрите. Плесень. Плесень. Сырость. Здесь все воочию, понимаете. Из-за прохудившейся кровли спортзал, актовый зал, кабинет самопознания и учительская находятся в плачевном состоянии. Руководство школы говорит, что эти аварийные помещения не функционируют. Физкультуру, к примеру, проводят в кабинетах либо в коридоре. А для уроков отведены классы, в которых более-менее тепло и сухо. У нас школа Т-образная. Крыша основного корпуса шатровая. А вот именно здание, которое примыкает к школе, это спортзал, актовый зал, кабинет самопознания, учительская. Там крыша. Мягкая кровля, значит, которая вот постоянно протекает. Ежегодно выделяются деньги на текущий ремонт. 180-200 тысяч. Это лакокрасочный материал, это цемент. Внутри помещения школы проводим текущий ремонт. А на крышу нам приходится, значит, обращаться к спонсорам. Рубероид, цемент мы берем. И наши работники школы сами перекрывают крышу. Учительская. Вот. Вот, видите? Эта школа находится в селе Кыши-Караой, в 300 километрах от Петропавловска, на границе с Россией. Знания там сейчас получают 72 ученика, хотя здание рассчитано на 440 детей. Учебное заведение построили в 1978 году, а капитально ремонтировали 19 лет назад. Мы подали дополнительную бюджетную заявку на выделение денежных средств на ремонт данной школы. Но там ПСД не только кровля, там и кабинеты, соответственно, и помещения, и спортзал. В рамках капитального ремонта был заложен капитальный ремонт и санитарных узлов полностью. То есть приведение их в соответствующий санитарный надлежащий вид. ПСД, кстати, разработали за счет местного ТО. Ремонт киевской школы оценили в 250 миллионов тенге. Возможно, средства выделят уже в этом году. Тем временем, по сведениям Управления образования, в замене кровель нуждаются еще 39 учебных заведений региона. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24.